Так, ребят, Элден Ринг, на связи Чандер, полный рандом у нас, напомню. Ну вот, к примеру, да? Червемордый, псинозавр-рекс... Ты кто такой вообще? Какой-то мертвый воин. Угу. Вместо кузнечного камня там светлячок просто валяется, мы спускаемся чуть пониже. Видим мужчину. Голово с ножом. Здесь какой-то мальчишка и его дрессированная мышь. Угу. Кто окажется здесь боссом, мы не знаем. Каждое прохождение на рандоме, ребят, оно уникальное. То есть, окей, мы сейчас посмотрим, кто у нас будет. После того, как мы начнем другое прохождение на рандоме, у нас будет все по-другому. Вообще все по-другому. Потому что рандом. Цветок из листьев эрт вместо кузнечного камня. Как вам? Так. Будет ли где-то здесь спуск? Да. И здесь как раз босс. Понял. Какой? Какой? Что такое? А, рябина! Неплохо. Что за оружие? Кузнечный камень дадут. Я думаю, выдадут оружие какое-нибудь мусорное. Нам придется страдать. Пока нет. О, это этот. Заморыш. Заморыш. У нас был босс, помните? Это прям было супер неприятно. Вот он босс. Проверяй. Клинмарики далеко? Супер далеко. Кто ты? Пойдет. Цербер. Миранда на него не сработает. Да и пофигу. Просто призовем, потому что можем. Второй же удаляется. Ну, 13 урона. Так-то Миранда нанесла. Неплохо. Электрический Цербер. Сильнее только магический. Есть контакт. Миранда просто посадил, потому что, ну вот так, старинный кинжал. Ключик. Отчего ключик? Не напомните, ребят, отчего ключик старинный кинжал? Я, честно, не помню. Надо проволностью прошерстить пещеру, к сожалению, потому что здесь могут быть еще свои секреты. Погнали. Оп, 2200. Нам это не сильно поможет в случае чего. Тут лута нету. Вообще никакого. Совсем никакого. Здесь лута нету. Замурыша просто обойдем. Он смотрит на грибы. Он созерцает грибы. Не будем ему мешать. Не, оружие топчик. Это правда. Поэтому по-хорошему нам бы как можно больше, конечно, поубивать. Хотя кто это был? А, Цербер. Ну, справедливо. Справедливо. Не поспоришь. Почему справедливо? У меня же кровоток. Стоп, это я вернулся, что ли? Нет. Куда-то я еще не ходил. Вот сюда как раз не ходил. Парирование Пепел Войны. Не будем использовать плюс-минус никогда. Почему? Не умею. Вообще не умею. Серьезно. Из присяди причем. Урон нанесен был. Мелкий камушек. Ключик старинный кинжал от замка. От какого замка? От какого замка? От штормового замка? От того самого места, которое мы не открывали? От него? То есть там, где нас не пустили? Или что? Ну, какой-то ключ мы нашли. Я не помню, если честно, уже откуда это. Просто не помню. Так. Псинозавр и червемордый. Есть контакт. Печать смерти. Вы погибли. То есть все бы хорошо, но не смерть. Сейчас попробуем забрать обратно. Ну-ка. Этого трогать не обязательно. Да и червемордого на самом деле трогать не обязательно. И псинозавра трогать не обязательно. Или обязательно. Или обязательно. На псинозавра смерть не работает. Смерть работает только на меня. Вообще стрёмная тема это смерть, потому что она реально работает только на тебя. Слишком большой размах у моей пушки. Ушел? Ушел. Хорошо. Так. Из хороших новостей. У нас 2800 опыта. Из хороших новостей мы зачистили эту пещеру. Из хороших новостей у нас есть какой-то кинжал. Из плохих новостей. Очередной был босс, который без кровотока. Но на Абдулу кровоток сработал только один раз, к примеру. Но мы его смогли даже оглушить. Но там на самом деле хорошо мы продамажили Абдулу. Серьезно. Там прям качественный был бой. Вот последний. Ну не идеальный, конечно. Но неплохой был бой с Абдулой. Так, давай, может быть, наверх и попробуем ночного босса какого-нибудь торкнуть. А кто это будет? Ночная кавалерия? Нет, конечно. Вместо ночной кавалерии тебе выдадут, например, Родана. Или Голема. Я не знаю кого. Родана могут? Наверное, да. Не знаю. Так, погодь. Нам нужно скоротать время до ночи. Там Голем, конечно, стоит. Но такое. На самом деле, фишка Голема то, что он будет, возможно, помогать нам против этого босса ночного. А где ночной босс ходит? По мосту? По-моему, да. По какому? По вот этому. Голем супер агрессивный, если честно. Неожиданно агрессивный Голем. Охотник за колокольными сферами, кстати. Удивительно, что он ночной, во-первых. Во-вторых, это охотник за колокольными сферами. Я вафелька. Серьезно, я просто вафелька от агро-голема. Голем настолько далеко идет. За километр от тебя. Лучник за такое расстояние не агрится. За какое агрится вот этот Голем. Это кошмар. Но мы попробуем, например, сагрить его. А, да? Да, представь себе. На самом деле, Голем, это Голем, видимо, из каких-то высокоуровневых локаций. Вполне. Его вставили сюда, потому что... Ну, вы видите, сколько он урона наносит. Это жесть. Тут ключ из квеста с фией. Я его не делал, поэтому не знаю точно от чего. Я понял, от чего. Спасибо. Спасибо большое. Я неплохо увернулся. Здрасте. Здрасте. Как меня задолбал этот Голем. Голем. Голем по нему не бьет? Я рассчитывал на помощь Голема. Я тебе серьезно говорю. А Голем его не бьет. Это не просто обида, это трагедия. Правда. Сам по себе охотник, я не знаю, какой силы. Потому что это может быть слабый охотник, это может быть сильный охотник. В принципе, здесь чуть ли не самая слабая ночная кавалерия. Ты посмотри, что делает. Нет, ты посмотри, что он делает. Ты понимаешь? Голем, ты неадекватен. Голем. Голем, перестань. Фу. Акстись. Здесь какой-то предмет есть, но я боюсь пока его брать. Очередной гнилец. Два тролля, кстати, тащат. Что примечательно. Нет, ты посмотри на этого Голема. Ребят, Голем поломан просто. Жесть. Достаточно просто один раз ударить, и этого хватит, чтобы траван остановился. Шок. Не, реально шок, ребят. Просто шок-контент. Двойной шок. Кто-то взялся. Да, ребят, это рандомно. Это называется... Но он не за мной. Это называется рандом. Это смерть. Ну, красная гнилья умрует. Очень тяжело уворачиваться от этой темы. Как мне нравится... Вот эта вот тема с... Камерой, конечно, в игре. Почему редко уворачиваюсь от того удара? Причина очень простая. Очень... Слушай, ну... Он... Он просто дебил, я не знаю. Он отбитый. Я не знаю, что с этим Големом делать, ребят. Он поломанный. К сожалению, он поломан. Убивать, хотите сказать? А вы можете его убить? Я нет. Не, ну... Так-то я его убивал. То есть я могу его убить, но... Тут речь о другом. Как я буду тогда... Справляться с ночным? И сам погиб. Сам погиб, но дело сделано. Ладно. Хорошо. В принципе, ночной противник нас устраивает. Я думаю, надо сейчас забрать и попробовать, может быть, с другой стороны забежать. Потому что с этой стороны, как вы видите, Голем. И он душит. То есть нужно где-то вот здесь вот найти... Может быть, с этого даже зайти, если честно. Правда. Потому что я рассчитываю на то, что Голем не пойдет. Ты посмотри, на каком расстоянии просто он окрится. Смотри, я здесь нахожусь? Вот, смотри, видишь? Я здесь нахожусь. А он уже согрелся. Он уже согрелся. Это жесть. Так, погнали. Заберем. Охотник за колокольными сферами, да? Возможно... Ну, я не знаю, какой он силы будет, конечно. Тот охотник, который был на том мосту, он очень силен. Где ядовитые ловушки. Суперсилен. Просто нереально силен. Этот... Не знаю. Где-нибудь здесь есть? Костер-то. Давай в ту сторону пойдем. Самое главное, он хейтер. Видишь, он поломанный. Ну, то есть, он до сих пор за мной гонится. Он уже прошел мост. Он уже вне радиуса агро. Он продолжает за мной идти. Это... Ну, это поломка. Правда, поломка. Ладно. Здесь где-то должен быть костер. Наверняка. По логике вещей. А будет ли? Руины поселения. В руинах что-то должно быть. И в них действительно что-то есть? Что? Оружие найдешь? Босса найду. Понял. Иду. Понимаю. Оно травлим сразу же. Повезло. Замкнута простанция. Против такой штуки тяжеловато сражаться. Осталось пару цветочков. Он либо догорит. Либо я его добью. Хорошо. Мог бы без яда. Мог бы, конечно. Но раз уж мы используем все, что у нас есть, то окей. Это должна быть... Селена. По идее. О, косики. Вот как она выглядит сейчас. Изучить магию. Магия, кстати. Действительно магия. Так. Задумчивый кивок. Изучено. Хорошо. Что мы хотим сделать? Мы хотим сделать следующее. Я, по-моему, ничего нового не находил уже давно, да? Не находил. И это, в принципе, неплохо. Нам ночной квест нужен сейчас. Очень. Я хочу этого ночного убить. А смогу? Пока не знаю. Подумаем. Давай-ка мы скоротаем время до ночи. Шансы есть, ребят. Шансы есть. Боюсь менять, конечно, оружие. Но мне это придется сделать рано или позже. У меня второе оружие говенное. То есть, если мне выпадет сейчас какое-нибудь оружие помойка, это будет плохо. Я ж до ночи подождал. Да, вроде да. Там далеко-далеко есть голем. Вдруг он услышит звук битвы и пойдет драться. Он же воин. Может. Легко. Сколько бьет охотник? Кстати, он немного бил. Охотник за колокольными сферами. Из хороших новостей. Ага. Немного бил. Вот сейчас просто неожиданно было. Серьезно. Во-первых, я нажать-то нажал, но, видимо, чуть-чуть позже. Это окей. Самое обидное было то, что он меня реально вот взял из двух ударов. Это кошмар. Конечно, мы возвращаемся на место отдыха, разумеется. Потому что нам нужно поспать снова до ночи. Чуть-чуть совсем. Ну, вообще-то да. Я думал, что он наносит четверть хп урона. Четверть. А оказалось нет. Скажу тебе честно, рандом вроде бы, знаешь, упростил боссов. Ну, то есть, объективно, Абдулла гораздо слабее был, чем Абдулла, который мог бы быть гораздо слабее. Я бы полноценного Абдулу не смог бы убить сейчас на моем уровне. Вот. Но. По урону-то Абдулла был хорош. Тот бы Абдулла меня, конечно, убивал с одного удара. Мы понимаем. Но и здесь Абдулла тоже очень силен был. То есть, они вроде бы понерфлены, знаешь, ребятки. Но. Все-таки, да. Все-таки они сильные. Так, ну давай, мальчишка. Что ты будешь делать теперь? Слушай, я что-то не знаю. Я прыгнул прям в него. Я в него опять прыгнул. Он меня абсолютно таким же ударом убил. Хотя я в него прыгнул. И после того, как он меня ударил, я сразу... Ну, вы слышали, как тарабанил по пробелу. Не выходит. Интересно. А подходить он ко мне не хочет. Вообще не хочет. Зараза. Вот его как-то... Дело очень быстро наносится этот удар. Выпил называется. Хорош. Молодец. Выпил флягу. Вылечился. Ой, слушай, я не ловлю тайминги вообще. Урона по нему наношу достаточно относительно его ХП. Опять поймал. Чтоб тебе. Вот этим ударом я не знаю, почему он по мне попадает регулярно. Странно. Так, давай, мужик, только аккуратно. Нежнее. Что за лютая комбинация. Вот от этого удара я не могу увернуться, вы видите? Совсем. Как так-то. Как так-то. Подрывной щит. Лучше его атака щит. И как назло, он подрывной его делает. Почему? Я не понимаю. Я не понимаю. Почему опять подрывной щит-то? Задолбал. Ладно. На лошади, кстати, с ним можно драться в целом. Так, ладно. Не ловлю пока тайминги. Слушай, я что-то... Что я тайминг-то не могу поймать-то? Я его не понимаю. Не идет и все, ребят, босс. Бывает такое? Бывает. Вообще, видишь? Ой, а вы-то откуда-то? Что? Корианские рыцари какие-то. Было неожиданно. Так, кузнечный камень 2. Нашли, окей. Продолжаем движение. Кеннет Хейт. Нет, Кеннету Хейту нам не нужно. Нам нужно... Другое место немножко. Можно попробовать еще какого-нибудь ночного грохнуть в целом. Если сейчас я смогу телепортироваться, я могу вот сюда. Вот, лачуга воителя. Там рыцарь Бернал, но если я до ночи подожду, по идее... Хотелось бы посмотреть просто, кто там будет. Честно. Давай посмотрим. Сейчас хочется с таким оружием просто убивать. Но только не колокольную сферу. Серьезно. Вот этот колоколист, это какой-то кошмар. Ага. Ага. Так, погодь. Ладно, пофигу. Здесь есть птица мертвых, или погребальная птица, или... Ну, что-то в этом роде. А, сейчас у нас... В смысле, погребальная птица? Почему погребальная птица-то здесь появилась? С чем это связано? Нет, я сказал, конечно, что здесь погребальная птица, но... Я ее не убью. Эту не убью. Это из зимней локации, ребят, птица. Бесшансово. Вот в этом проблема погребальная птица. Вы видели, что с камерой происходит? В принципе, эти птицы смерти погребальны, они дужат. Может, ночные появляются на спавне ночных? То есть, вместо кавалерии, может быть... Ну, вы поняли, да? А так, в целом... Замены здесь нету? Может быть. Будет забавно, если в качестве ночного появится кавалерия вот там. В хижине Бернала. Будет смешно. Так, ладно, пока не справились? Нет. Сложно. Слишком сложные боссы нам выпадают пока что. Некоторых мы поубивали в целом. О! Вот, давай напоследок туда сгоняем. Там есть хорошее место внизу. Вообще, надо в замок Морн идти. В замке Морн достаточно простые должны быть боссы. Хотя, кто знает. Может, смотря что выпадет, да? Из хороших новостей, то что... Если сложные выпадают раньше, то позже будут простые, которые... Ну, просто будут усиленные. Лучше, конечно, тех, кто посложнее в начале. Ринала... Да, мы убили одну фазу, но Ринала... Воинам убивается легко. Если вы вспомните, как мы убивали Риналу за щиты, за кнуты, да вообще даже не заметили. За мага тяжело шло. За щиты за кнуты, изи. Рыцарь круглого стола, Вик. Этот, этот, безумный, по-моему. Нет, это молниеносный. Тупо хейтер, ребят. Тупо хейтер. Забил палкой по лицу. Так и надо под лицу. Треснувший горшок. Пригодится. В хозяйстве сгодится, ребят. Вот. Наконец-таки хоть какой-то босс, которого мы можем убить. Ура! Ура! Ну, непростые задачи нам ставит, конечно, игра. Непростые. Конечно, можно всех и на нулевом уровне с дубиной убивать. Мы это прекрасно понимаем. Правда, там дубина качаная. Ага. Но это неважно. На первом уровне. Так. Погнали дальше. У нас, конечно, не качанное оружие. И, в принципе, вот это самая большая проблема, что у нас оружие-то не качанное. За мостом будет костер, на котором надо будет. Муравей, что ли? Муравей за турелью? Неплохо. Раки. На хромой собаке. Рак сам по себе турель. Да, муравей. Пёстрое ожерелье. Надо будет взять, конечно. Все мы понимаем, что это надо взять. Плачущий хост. Сиди. Вставай. Ожерелье. Надевай. Она проводит. Дometry. Сиди. Оп, мясо wrомки. Плак. Иди с ним. В получУ. Плак. Плак. В đó. Оп. Оп и нет.